А есть в нашей жизни, и на которое мы уповали, слово было у Бога, и слово было у Бога. Написано, Псалом 116. Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Давайте вместе со мной. Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость и за Твою благодать, за Твою любовь к нам. Спасибо Тебе, за то, что сегодня Твоя рука, она сегодня на наших жизнях. Мы благодарим за Те исцеление, за Те освобождение, за ту любовь, которую Ты изливаешь в нашей жизни. Спасибо за то, что сегодня, в этот день, мы можем быть Твоей церкви, мы можем быть Твоем собрании, мы можем быть пред престолом Твоей славы. Мы просим Тебя сегодня, Дух Святой, касайся наших сердец, касайся нашего разума, касайся нашей души во имя Иисуса Христа. И пусть Твоя слава, Отец, она наполнит наши жизни, жизни до избытка, чтобы мы видели, как Твое царство, оно приходит в нашу жизнь. В силе, в славе и помазание Твое, пусть оно покроет, покроет всякие боли, покроет всякие болезни, пусть Твое помазание, оно разрушает всякое нерво, которое было в нашей жизни, или которое сегодня тревожит нас. Мы благодарим Тебя за все, что Ты сегодня будешь совершать. Великий Всеволодущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И давайте будем славить нашего Господа всем сердцем и всей душой. Давайте славить Его, народ Божий, потому что мы новое поколение, мы Его поколение, которое Он родил. Для того, чтобы мы славили Его, поклонялись Ему, прославляли Его, царя всех царей. Это великая честь и привилегия стоять здесь, перед Его престолом и славить Его. Скажи, я буду славить царя царей, я буду славить Бога Богов, я буду славить Бога Богов, я буду славить Господа всех господствующих. Если ты живой, закричи, закричи «Аллилуйя!» Там самый живой. Поехали? Слава. Да, спасибо тебе, Иисус. Давайте прославим. Артур, есть и сам. Артур, так как можешь! Пусть в этом не есть страх! Нет, я не отступлю, я буду прославлять, и все, что есть во мне, тебе отдам. Хочу сказать тебе, и все, что нужно мне, я на следующий день живу лишь для тебя. Я буду петь тебе, и танцевать, и перестану. Ты мой царь, и ты живешь во мне, мы будем все танцевать, и все свободны. Мы будем громко кричать, что ты такой царь. Намного время сломать, а то мы не дели, и танцевать, и все, что есть во мне. Я буду петь тебе, и танцевать, и перестану. Ты мой царь, и ты живешь во мне, мы будем все танцевать, и все, что ты такой царь. Намного время сломать, а то мы не дели, и танцевать, и все, что есть во мне. Танцуй так, как сможешь, воскресай, валить голос, прославляй, он по воду нам подарит. Танцуй так, как можешь, воскресай, валить голос, прославляй, он по воду нам подарит. Танцуй так, как можешь, воскресай, валить голос, прославляй, он по воду нам подарит. Мы будем все дружевать, ведь мы свободны Мы будем громко кричать, что ты Господь наш Настало время сломать, готовы и привет нам И дождевать все вместе для тебя Мы будем все дождевать, ведь мы свободны Мы будем громко кричать, что ты Господь наш Настало время сломать, готовы и привет нам И заслывайте вместе для тебя И заслывайте 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 для тебя У меня есть Бог, сотворивший меня, похожий на себя. У меня есть Бог, который может все везде и всегда. Он любит радовать меня, он любит удивлять меня, он любит каждый день новое творить. Он любит всех людей, он любит и тебя, он разрешает делать все, в роли греха. Наш Бог, лад и милости, наш Бог всемогущий. Господь твоит все, что хочет на небе и на земле. Наш Бог, лад и милости, наш Бог всемогущий. Господь творит все, что хочет На небе и на земле У тебя есть Бог, захворивший тебя Похожим на себя У тебя есть Бог, который может все Везде и всегда Он будет радовать тебя, он будет удивлять тебя Он будет каждый день новое творить Он любит всех людей, он любит и тебя Он разрешает делать все, но кроме греха Наш Бог, плод и милости Наш Бог всемогущий Господь творит все, что хочет На небе и на земле Наш Бог, плод и милости Наш Бог всемогущий Господь творит все, что хочет На небе и на земле Наш Бог, плод и милости Наш Бог всемогущий Господь творит все, что хочет На небе и на земле Наш Бог, плод и милости Наш Бог всемогущий Господь творит все, что хочет На небе и на земле На небе и на земле На небе и на земле Аминь Аллилуйя Потряси ближнего Тот, кто рядом с тобой Тот, кто рядом с тобой И скажи, сегодня день благоприятный Сегодня день Божьих благословений в твою жизнь Говорите, говорите друг другу В этот день ты увидишь Божье чудо В своей жизни Кто верит в это, громко захлопайте Господу Драгоценные, присаживайтесь Сегодня на самом деле чудесный день И большое спасибо всем, кто сегодня первый раз у нас пришли Мы приветствуем всех гостей Мы приветствуем тех, кто у нас давно уже не был Давайте поприветствуем друг друга Также отдельно хочется поблагодарить и поприветствовать Супер аранжировщика, музыканта Виталия Смирнова Виталий, спасибо тебе большое У тебя на самом деле огромный талант И мы так счастливы, что ты сегодня служишь этим даром в церкви Да благословит тебя Господь Также все, кто у нас медицинские работники У нас есть медицинские работники? Да Аллилуйя Вам отдельное спасибо Отдельное спасибо за вашу профессию, очень трудную Все, кто посвятил свою жизнь медицине Сегодня день медицинского работника И то, что вы делаете для людей То, что вы делаете своими сердцами Да благословит вас Господь Потому что мы, если что, бежим сразу же туда Так что спасибо вам большое Пусть все будет хорошо, пусть Бог благословит вас И пусть к нам выйдут наши дети Все, кому нету 18 лет, выходите сюда Аплодисменты О, какая красота Конечно, детки наши Давайте вот так шаг сделайте вперед, чтобы я вас не загораживала, а ходила вот так вот за вами Слава Богу Вы знаете, Иисус в Писании говорит Не запрещайте, позволяйте детям приходить ко мне И когда его теснили И ученики начали запрещать детям Дети окружили Иисуса И ученики стали им как бы запрещать И тогда Иисус сказал Не препятствуйте, пусть дети приходят ко мне Ибо таковых, Господь сказал Ибо таковых Полно Царствия Небесное Аминь Слава Богу Вот оно будущее И всегда говорю Те дети, которые приходят в воскресный день в церковь Которые слышат Божье Слово Которые получают благословение Защиту Божью Они уже на правильном пути Они уже Даже если какие-то будут в жизни ошибки Они будут знать Куда бежать Кому обращаться И Божье Слово будет в их сердцах Давайте сейчас прострем наши руки, наши сердца И будем молиться за наших детей Ты в каком классе сейчас у нас? А, в девятый перешла? А то я думала ЕГЭ Думала за ЕГЭ помолиться Хорошо, давайте Прострем ручки И в лице вот этих детей Молиться за своих детей За своих внуков Аминь Аминь Дорогой Господь, мы благодарим Тебя Спасибо Тебе, великий Бог За будущее Спасибо за благословение Которое есть дети Ты говоришь Дети — это благословение Спасибо Тебе, Господь И мы молимся и благословляем наших детей Мы просим, Господь, чтобы Твоя мудрость была на них Мы просим, Господь, чтобы Твоя защита и охрана была на наших детях Мы просим, Господь, поставь ангелов своих служебных Чтобы они защищали их на всех их путях Пусть Твоя защита, Господь, будет спереди, сзади, справа, слева, сверху и снизу на наших детях Дай, Господь, мудрости Дай, Господь, чистоты и святости нашим детям во имя Иисуса Христа Удали, Господь, от наших детей всех лживых, беспорядочных и ненужных людей И пусть рядом с нашими детьми будут добрые, щедрые, порядочные люди Во имя Иисуса Христа И весь народ сказал Аминь! 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 Чтобы у нас не подошли, у нас должна была быть свининница И чего-то они у нас не подошли Есть у нас что-то? Хорошо, драгоценные Сейчас у нас служение Давайте откроем Эклисиаст Книгу мудрого Эклисиаста, 11 глава Эклисиаст это царь Соломон Который был самый мудрый Который был самый богатый на всей земле Его царство было настолько богатым Что Господь сказал Я дам тебе царство Богаче которого не было и не будет Знаете, какое богатство было у Соломона? Но Соломон просил у Бога мудрости Когда он молился, Господь говорит Проси, что тебе нужно И Соломон попросил Дай мне мудрости, чтобы управлять твоим народом И Господь так его за это возлюбил И сказал Молодец, ты не просил у меня богатства Не просил у меня там чего-то еще А ты попросил мудрости И за это, говорит, я тебе дам еще и богатство И к этой мудрости Господь приложил ему богатство Одиннадцатая глава книги Ексиас Шестой стих Ексиас говорит Утром сей семя твое И вечером не давай отдыха руке твоей Потому что ты не знаешь То или другое будет удачнее Или то и другое равно хорошо будет Аминь Аминь Соломон говорит о том, что Вообще в этой книге он пишет о том, что все суета Суета, сует он пишет в этой книге, да В своей, в Библии И Также он много говорит о том, что Мы должны неустанно сеять Иисус говорил Что посеешь, то и пожнешь Также мы с вами знаем, что Если мы сегодня сеем добро Мы получаем взамен добро Если мы сеем любовь Мы получим любовь Аминь Если мы сегодня прощаем То и мы будем прощены Если мы сегодня не осуждаем А милуем человека Милости, говорит, прошу, не суда Тогда и мы будем удостоены милости От других людей И вот Соломон говорит Мудрый Соломон говорит В шестом стихе Он говорит Утром сей семя твое И вечером не давай отдыха руке твоей Потому что ты не знаешь Что или другое будет удачнее А может и то и другое будет хорошо А если мы прочитаем в этой главе Первый стих Иисус говорит Отпускай хлеб твой по водам Потому что По прошествии многих дней Опять найдешь его Тот ли хлеб найдем мы Который отдали Или это будет Возмещение Возмещение того хлеба Потому что мы знаем Да, хлеб уже может портиться Но если по прошествии дней Здесь значит Я благословила человека И по прошествии дней Меня благословляет Другой человек Аминь И мы сейчас будем У нас есть в церкви служение Десятин приношений Мы сейчас будем Жертвовать Мы будем сеять Сеять мы будем с верой Сеять будем так Чтобы по прошествии дней Да, наша вера И жатва пришла к нам В виде финансов Аминь И уже было много Свидетельств о том Что когда мы С открытым сердцем Без всякого принуждения Отдаем Жертву В воскресный день Пред престолом Божьим Тогда Бог На самом деле Обильно благословляет Хочется сразу сказать О том, что это Без принуждения Если в твоем сердце Есть желание Посеять Посей Если ты сидишь И что-то тебя как-то Ну Может даже тебе неудобно Слышать это слово То Оставайся В этом состоянии Да, как бы Потому что в свое время Господь Сам Откроет Аминь 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 О Давайте сюда Про хлеб Вот смотрите Подтверждение Это что такое Обещала пиццу Обещала пиццу Вот она Пицца Давай помолимся Да У нас всех хватит Потому что Потому что в Писании Говорится Да, Иисус взял Пять хлебов Пять хлебов И две рыб И накормил Пять тысяч человек Да Вообще Прям подтверждение Вот тебе и хлеб Чудо чудное Господь благослови Благослови руки Которые готовили Эту пищу Спасибо Господь За подтверждение Слово было О хлебе Сказано И тут же Идет подтверждение Свежего хлеба Свежей пиццы Мы благодарим За то, что В наших житницах Всегда есть Что поесть Слава Богу Да благословит Господь И пусть хватит всем Так что не расходитесь В конце А обязательно Слушайте Господи Господь Мы молимся За Финансы Мы благодарим Бог За слово Твое Которое говорит Сей утром И вечером Так же неустанно Трудись Спасибо Господь За то, что Ты Даешь нам силы Зарабатывать деньги Ты даешь нам силы Сеять Господь С верою Ты даешь нам Веру Господь В преумножение Спасибо Тебе Великий Бог За то, что Ты Не оставляешь И не покидаешь Спасибо Господь Что прямо сейчас Какие-то твердыни рушатся Спасибо, что прямо сейчас вера наша преумножается Спасибо, Господь, за то, что Ты Бог любящий Бог, который заботливый Бог, который не оставляет и не покидает Аминь Давайте встанем на свои ноги и еще будем поклоняться Отец Небесный, Ты наша жизнь Ты наш отдыхание, Господь Ты все для нас, Господь В Тебе мы сильны В Тебе мы мощное оружие Божие В Тебе мы царственное священство Народ святый Люди, взятые в удел Сделай нас, Господь Твоими детьми Чтобы мы могли выполнять Твою волю, Господь Святую и совершенную Только одно звучит во мне Только одно пою в Тебе Только одно случит во мне Только одно пою в Тебе Только одно случит во мне Только одно пою в Тебе Только одно пою в Тебе Святой, святой Бог всемогущий Бог всемогущий Святой, святой Бог всемогущий Бог всемогущий Святой, святой Бог всемогущий Святой, святой, Бог всемогущий, Святой, святой, Бог всемогущий, Святой, святой, Бог всемогущий, Святой, святой, Бог всемогущий, Святой, 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 Нет подобного веки святой, святой, Нет подобного веки святой, 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 Бог всемогущий, Святой, 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 Бог всемогущий, Святой, святой, Бог всемогущий, Святой, 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 Бог всемогущий, Святой, 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 ст körим и Только одно звучит во мне, Только одно пою в тебе. Только одно звучит во мне, Только одно пою в тебе. Только одно звучит во мне, Только одно пою в тебе. Святой, Святой, Бог всемогущий, Святой, Святой, Бог всемогущий, Святой, Святой, Бог всемогущий, Святой, Святой, Бог всемогущий, Святой, 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 Бог всемогущий, Святой, 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 Нет подобного, Ведь ты святой, Святой, Нет подобного, Ведь ты святой, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Драгоценный Дух Святой Говори нам сегодня о Боге, о Его характере Дух Святой, наполни наши сердца Субтитры создавал DimaTorzok Иисус, преклоняюсь пред Тобой, дай Твои мысли, дай Твои чувства мне познай Иисус, преклоняюсь пред Тобой, дай Твои чувства мне познай Дай Твои мысли, дай Твои чувства мне познай Иисус, преклоняюсь пред Тобой, дай Твои мысли, дай Твои чувства мне познай Господь, пусть воля Твоя Воля Твоя Будет во всём Господь, пусть воля Твоя Воля Твоя Воля Твоя Будет во всём Господь, пусть воля Твоя Воля Твоя Воля Твоя Воля Твоя Воля Твоя Будет во всём Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 что можно потрогать, на что можно посмотреть. Вера в Бога – это то, что невидимое. И апостол Павел в своем послании к евреям однажды сказал, «Вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность невидимого». И когда к Иисусу после Его воскресения подошел Фома, и Он сказал, «Я не верю», ему говорили до этого, «Я не верю, пока не вложу персты свои в раны Иисуса Христа». Иисус сказал, «Фома, блажение, блажение, блажение». Слово «блаженство» переводится как «счастье». Счастье в человек, который, не видя, не потрогав, не ощутив, верит в Иисуса Христа, в Его волю, в Его благо для нас, в Его планы. И Библия говорит, что мы даже себе представить не можем, что Бог приготовил для нас. Но мы постоянно, как люди, как люди, которые совершенны. В принципе, Господь создал нас по образу своему подобию, и Он не может вмешаться в мою голову, в мои мысли, в мое сердце и сказать, «Дай-ка я сделаю, чтобы моя воля исполнилась в твоей жизни». Господь всегда ждет, чтобы мы сказали, «Бог, я хочу, чтобы твоя воля в моей жизни, она была совершенной». Совершенная воля. И когда сегодня будет говорить батюшка Сергий, «Открой свое сердце, открой свое сердце для слова, потому что слово однажды изменило мою жизнь». Слово, которое однажды мне сказали из Священного Писания, отвело меня от могилы. У меня была фотография на памятник, и мама сказала, «Сдохнешь где-нибудь под забором, а даже фотографии нету, пойдем споем, сфотографируем». Но знаете, когда человек пришел и сказал мне слово, я ухватился за это слово, я взял это слово для своей жизни, для своей семьи. Я начал строить свою жизнь, свое упование, свою веру на Слове. Слово есть Иисус Христос, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Скажи, Иисус Христос! «Вчера, сегодня и вовеки тот же». Кому-нибудь скажи, Иисус Христос, «Вчера, сегодня и вовеки тот же». Иисус Христос, «Вчера, сегодня и вовеки тот же». Он не меняется. Он тебя любит. Он тебя желает, он славляет. И вы можете присесть, на секундочку. Скоро, скажу, скоро, в августе месяце, мы уже завершим строительство храма. Будет открытие этого храма. И архиепископ Сергий приедет и будет освящать этот храм. Мы уже с ним договорились, как положено, чтобы этот храм служил народу Божьему. Будет свежо, ты не будешь потеть. Надежда Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником! С праздником вас, да. Семь врачей с праздника. Врачи – это благословение. Особенно, когда посвященные врачи, это вдвойне благословение. И в августе месяце мы откроем этот храм. Знаешь, я думаю, что Бог особым образом посетит в августе месяце это место. Сегодня мы видим пошарпанные стены, обрушенная штукатурка. Вы знаете, в моем сердце я храм этот вижу уже по-другому. У меня есть видение. Видение будущего. Так же, как Иисус смотрел с креста на каждого из нас через тысячи лет. Видел тебя, когда ты пришел к Иисусу Христу. Преклонил свои колени и сказал, Господь, я нуждаюсь в тебе. Не буду занимать времени. Пусть Бог благословит вас сегодня. Пусть ваши уши, ваши глаза не будут открыты. Я хочу пригласить на это место за кафедру, которая по вере сегодня остается здесь. к алтарю нашего брата, архиепископа Православной Реформаторской Церкви Сергея Журавлева. Давайте поприветствуем. Рады видеть вас здесь, на Уральской земле, в Церкви, новое поколение. Пусть Бог благословит вас и нас через вас. Слава Богу. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Нашему Спасителю. Да, я за кафедрой, которой пока нет, но которой есть уже. Там написано новое поколение. Иштейн, Урал, Россия. Да. Знаете, я вот сколько лет общаюсь с харизматом и все удивляюсь по шевере. Не, вот серьезно. Казалось бы, уже удивляться можно перестать давно уже. А вот меня все как-то удивляет. Вот в разных конфессиях бывают везде какая-то своя изюминка есть такая вот. Везде какая-то и своя есть такая, знаете, вот особенность. Ну, плюсы, минусы. Но, наверное, самая сильная сторона вот харизматической церкви, это вот эта вера. Знаете, вот что прям аж... Там всякие анекдоты тоже ходят на эту тему. Но по-хорошему, знаете, вот по-хорошему. То есть порой завидуют по-хорошему. И пусть это вера, вера Христова, вера, которая победила и побеждает этот мир. Она живет в нас. И она движет нами. Пусть эта вера, она созидает этот город, страну, весь этот мир. Пусть воля Бога действительно на этой земле осуществляется. пусть всякое проклятие, пусть всякая болезнь, пусть всякое вот это вот злодейство, оно уйдет с нашей земли во имя Иисуса. И давайте мы скажем сейчас исповедание веры. Все вместе скажем так. Я верую во единого Бога Отца всемогущего Дворца Неба и Земли. Всего видимого и невидимого и в единого Господа Иисуса Христа Сына Божьего Единородного От Отца Рожденного прежде всякого времени как свет происходит от Света Бога Истинного от Бога Истинного Рожденного а не сотворенного Единосущного Отцу через Которого через Которого все сотворено нас ради людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого от Духа Святого и Девы Марии и Ставшего Человеком и Ставшего Человеком распятого за нас при Понтии Пилате и страдавшего и погребенного и Воскресшего и Воскресшего и Воскресшего и Воскресшего в Третий день как было предсказано в Писании как было предсказано в Писании и вознесшегося на небеса и сидящего на почетном месте у Отца Своего и вновь грядущего во славе Своей чтобы судить живых и мертвых и Его Царству нет и не будет конца и в Духа Святого Господа Истинного Животворящего от Отца Пришедшего от Отца Пришедшего с Отцом и Сыном с Отцом и Сыном мы Его равно поклоняемся и прославляем Его и Он говорил нам через пророков во единую во единую святую соборную и апостольскую церковь исповедуете на крещение восставление грехов ожидаю воскресения мертвых ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века и жизни будущего века Аминь Аминь Аплодисменты Отцу Аминь Воскресенье Христово видевшем поклонимся святому Господу Иисусу Единому безгрешному Тебе мы поклоняемся, Христос, И святое воскресенье Твое прославляем, Ибо Ты, Бог наш, Кроме Тебя иного не знаем, Имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся Святому Христову Воскресенью, Ибо пришла через крест радость всему миру, Всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресенье Его, Распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную, По великой своей милости. Христос воскрес! Воскресенье претерпев! И ни в коем другом нет спасения, Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Одно имя, один Господь, один Спаситель, один Исцелитель, один Освободитель, Иисус Христос. Аминь. И, дорогие друзья, я рад тому, что имею возможность сегодня проповедовать и свидетельствовать. И будем молиться. Я уже уезжаю. Это последние служения такие. Здесь, в Каштиме, последние в этой поездке. Такой экспромтом поездке. Я очень Богу благодарен и за Михаила Судакова, что он сосватал меня приехать сюда, Каштим, на Челябинскую землю. И благодарю Бога за вас, за вашу веру, потому что я благоставлен очень вашей верой. Знаете, я сам получил благоставение. И там, в репцентре, и здесь. Знаете, глядя на пошарпанная стена, и все вокруг, можно руки опустить. Но, слава Богу, вы не опускаете руки, вы идете вперед, вы побеждаете. Это драгоценно. Если мне это очень понравилось, то Богу, я думаю, он вообще уже, как говорится, впечатляется. И мимо не пройдет. Никогда Бог такой веры. Никогда он, знаете ли, мимо не скажет. А кто-то Каштимский, да, ладно, как-нибудь подожду там. Нет, он благоставляющий Бог. Он верный Бог. Если ваша верность, знаете ли, она уже известна становится, то его верность, она прежде всякого времени. Да. Слава Богу. Слава Иисусу. Да, друзья. И я хочу прочесть из Слова Божьего. Можно вашей Библией воспользоваться? Пастырской Библией. И я хочу прочесть из Нового Совета несколько... Да, хотя невидимая кафедра она как бы... Ну, я прочитаю так. Это из, значит, Евангелия от Иоанна. Одно из самых моих любимых мест Писания. Знаете, вообще, в Евангелии от Иоанна больше всего как раз божеская сущность Иисуса Христа явлена. Больше всего божество Христа явлено. Допустим, в других Евангелиях о человечестве Христа больше говорится, да, о его учительстве, о его служении, то вот именно как раз в Иоанна это, наверное, вот как раз такое Евангелие, не знаю, какой-то особой благодати, наверное, Евангелие последних дней, Евангелие харизматов, это точно, наверное. Потому что вначале написано было слово, не просто там, значит, родословие или что-то еще. Нет, вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бога. И все через него начало быть, что начало быть. Слава Богу. И вот в 14-й главе Иоанна, вот эти слова, потому что мы молимся сейчас, и я просил наших священников как раз, да, большой привет вам всем от наших всех священнослужителей. И не все мне еще отписались, но многие передают приветы, вот, с разных регионов, с разных стран уже даже, вот, даже из Израиля. Вот, так неожиданно получилось, что один из наших священников уехал на несколько лет на жительство и на труд в Израиле. Вот, он нес служение в Грузии у себя, в Грузии, в своей родной стране, но вот уже несколько месяцев он в земле святой трудится. Вот, и это, значит, мама Иоанна, он же епископ Зураб Газелишвили. Большой привет передает, значит, и также Ревас, Джанхотели, другие братья. Вот, потом наши все братья с Румынии, реформаторские православные церкви, большой привет с Бухареста, Богдан Иоаннеско, вот, тоже отписался. Слава Богу. Вот, он здесь не бывал в ваших краях, но, в общем, был в России, когда-то еще тогда, в 80-е годы. Значит, студентам еще, учащимся в семинаре, и молодым священникам потом приезжал сюда, в Советский Союз еще тогда. Вот, он, надеюсь, еще посетил он Россию, уже постсоветскую, вот, и послужил Словом Божьим. Очень хороший брат, служитель, наш теперь епископ в Румынии, Богдан Иоаннеско. Вот, значит, и другие наши братья с Киева, все наши архиепископии, вот, все священники. В июле месяце, в следующем месяце у нас будет очень важное такое мероприятие. В середине июля праздник Петра и Павла, 12-го числа, ну, это, как бы, такой день памяти этих апостолов, Петра и Павла. И вот мы решили провести конференцию такую, православную, реформаторскую конференцию, Петропавловский собор назвали ее. Да, потому что как раз собор Петра и Павла, значит, и собор апостольский такой, будем так говорить. Слава Богу. И одна из тем молитв наших, как раз вот, в июле месяце предстоящем, вот, и на этом соборе, конечно, это вот как раз по 14-й главе Евангелия от Иоанна, где Иисус сказал так, 6-й стих. «Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И, знаете, друзья, Иисус, Он, вообще-то, настолько вот, если в контексте прочтем, удивительно, Он сказал своим ученикам, Фоме и прочим, удивительно. Мы говорим, Фома неверующий, да? Он верующий, он по-своему верующий. Вот, да, даже в еврейской традиции ученик, задающий много вопросов и сомневающийся все время, значит, любопытствующий, это как бы хороший ученик считается. Обычно в христианской традиции это не хороший ученик, который много вопросов задает. Но в еврейской традиции это как раз считается хороший ученик, Талмедим Хахаим, тот, кто много вопросов задает. Подливый такой. Даже ему все покажи, да вот, и даже пальцем потрогать все так вот. Это такой был Фома. И Филипп, другие апостолы окружали Иисуса, Петр. Павла еще не было в апостолах, это уже поздняя история. Но вот этих 12 окружали Иисуса. И вот в этих главах Иисус открывал апостолам и всем нам тайну своего бытия. Интересно, и Филипп, он сказал вообще такие слова потрясающие в этой 14 главе, что неужели ты не знаешь, что я...